Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Весь день 20 ноября у нас в Одессе и в Украине сохранялась очень тревожная и опасная обстановка. Подробный рассказ об этом смотрите, пожалуйста, в предыдущем ролике, ссылка на который будет в конце этого в правом нижнем углу. Напомню, что предыдущий рассказ я окончил на том, что 7 бортов Ту-95МС совершили пуски ракет в сторону Украины и ракеты должны были появиться в воздушном пространстве около половины седьмого вечера. Время шло, ракеты не появились, оказалось, что это были учебные фальш-пуски, а минут через 40 поступила информация, что все 7 бортов Ту-95 сели на аэродроме Энгельс-2. Также вечером пришло напоминание, что в акватории Черного моря у Российской Федерации на боевом дежурстве находятся 6 боевых кораблей, у которых может находиться на борту до 24 крылатых ракет калибр. Ночь с 20 на 21 ноября в Одессе проходила спокойно напряженно, пока примерно в 4 часа 30 минут утра не поступила информация, что в небе Российской Федерации есть фиксация трех бортов Ту-95МС. Немного позже информация обновилась. В небе Российской Федерации уже 6 бортов Ту-95МС. И вроде бы они летят в сторону аэродрома боевого базирования Оленья Мурманской области. Опасности никакой нет, все спокойно, но в 5 часов 5 минут утра у нас внезапно звучит воздушная тревога. Сначала поступает информация, что возможны пуски баллистики из Астраханской области с полигона Капустин-Яр. Затем поступает инфа, что в небе Российской Федерации есть фиксация МиГ-31К, которые могут надести удар гипербаллистической ракетой «Кинжал». Затем поступает информация, что была фиксация двух маневров пусков ракет Ту-95, которые якобы летели в сторону Мурманской области. Ожидается две волны ракет между 6 и 7 часами утра. Мало того, эти 6 Ту-95 летят не в сторону Мурманской области, а летят в сторону пусковых рубежей над акваторией Каспийского моря. Возможны повторные пуски ракет. Около 6 утра информация по Ту-95 ММС обновляется. Есть фиксация взлета и еще трех бортов Ту-95 с аэродрома «Энгельс-2». Я не хочу паниковать, ребята, но, судя по всему, намечается очередной массированный ракетный удар по Украине. Поскольку все последние ракетные удары были по энергосистеме, пока не поздно, заряжайте смартфоны, гаджеты, пауэрбанки и набирайте воду. Если по энергетике прилетит опять, то электроэнергия у нас в домах будет уже явно не скоро. Поступает информация, что МИГи-31 идут на посадку. Но до этого проходила информация, что быстролетящие цели идут в сторону города Днепр, и там слышны мощные взрывы. Возможно, это были пуски кинжалов. Пока информация такая, непонятно, это была имитация пусков или это были реальные пуски ракет ХА-101 шести бортов Ту-95. Ждем появления ракет в воздушном пространстве Украины. Информации поступает много, и она порой хаотичная. Вроде бы поступила информация, что в сторону пусковых рубежей над Каспийским морем летят только два борта Ту-95. Поступает немного и позитивной информации. Сегодня в Одессе общественный электротранспорт будет работать в ограниченном режиме. На линии выйдет только 50% подвижного состава. Это, конечно, мало, но это лучше, чем ничего. Напомню всем, что после массированного ракетного удара утром 17 ноября общественный электротранспорт у нас в Одессе не работал. Вообще. В 6 часов 10 минут опять поступает информация, что в район пусковых рубежей над Каспийским морем продолжают движение шесть бортов Ту-95 МС. Вот такая противоречивая информация. Поступил официальный комментарий от Воздушных сил Украины, что пуски ракет ХА-101-195, скорее всего, настоящие, и ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются в 6.50 в 7 часов утра. В 6 часов 20 минут информация обновляется. Бортами Ту-95 МС совершено два пусковых маневра над акваторией Каспийского моря. Крайняя информация, которая поступила на момент создания ролика. Вхождение крылатых ракет ХА-101, которые были запущены в 195-х, ожидаем в воздушном пространстве Украины в 7 часов утра. До сих пор в зонах пусках ракет над акваторией Каспийского моря находятся два борта Ту-95 МС. По самым свежим оперативным данным у Российской Федерации в данный момент на боевом дежурстве в акватории Черного моря находятся 5 ракетоносителей крылатых ракет «Калибр», которых может находиться на борту до 28 штук. От себя добавлю, что информация поступает очень хаотично, и часть из нее может не соответствовать действительности. Только что поступило обновление информации по 6 бортам Ту-95 МС. Итак, 4 борта Ту-95 МС совершили посадку на аэродроме «Энгельс», 2 борта Ту-95 МС совершили посадку в Астрахани. Если после 7 утра не будет фиксации крылатых ракет ХА-101 в воздушном пространстве Украины, будет объявлен отбой. К большому сожалению, пуски были неучебные, потому что в 6 часов, 38 минут утра, 21 ноября, поступает информация, что первые крылатые ракеты ХА-101 заходят в воздушное пространство Украины через Черниговскую область. Дальнейшее происходящее комментировать бессмысленно, потому что информация поступает лавиной. Самая крайняя информация. Часть ракет летят в сторону Киева. Часть ракет пока летят в сторону западных регионов Украины. Сохраняется высочайшая опасность, пусков ракет «Калибр» со стороны акватории Черного моря. Следующий ролик по поводу этого массированного ракетного удара по Украине выйдет намного позже, когда у меня будет вся полнота информации о происшедшем. Это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok